Привет всем садоводам и огородникам и любителям большого урожая! Я постоянно выращиваю пряный травый салат, летом в грядках, зимой на подоконнике. И вот я решила провести эксперимент. Хочу попробовать вырастить свой любимый травый салат в гидропонике! Я большой любитель добавлять свежую зелень в свои блюда. Каждую зиму я выращиваю травы на своем подоконнике. Решила я провести эксперимент с гидропонной системой не просто так. Я очень много слышала о том, что зелень на гидропонике растет намного быстрее, чем в почве. Поэтому очень хочу собрать дешевую установку. Скажи, пожалуйста, что такое гидропоник? Итак, для начала я расскажу, что же все-таки такое гидропоника. Гидропоника это метод выращивания растений без применения почвы. То есть растение выращивается при помощи воды и минеральных удобрений. Я выбрала метод, который называется ДВЦ. Хочу как раз собрать такую гидропонную установку, которая будет очень дешево стоить. И в принципе будет состоять из подручных средств. В первую очередь я беру резервуар, в который я буду заливать воду и минеральные удобрения. Он вмещает 4 литра воды. Поскольку я буду выращивать салат и базилит, корневая система у них не очень большая. Поэтому мне этого будет достаточно. Если вы собираетесь выращивать, например, какие-нибудь томаты, то, соответственно, бак должен быть намного больше. Из-за его корневой системы. Далее расскажу, какие еще нам нужны для этого приспособления. Это компрессор. Его можно купить в зоомагазине. Он у нас для аквариума, для того, чтобы подавать в аквариум кислород. Это камень эратор, который как раз проводит кислород в нашу воду. Это у нас трубка, которая крепится сбоку бака и показывает уровень жидкости в нем. Бак наш должен закрываться плотной крышкой, в которую мы будем вкладывать стаканчики. Вот такие вот так они выглядят. В них множество отверстий. Можно взять обычные пластиковые стаканчики, прорезать в них дырочки. Это очень несложно сделать. Итак, в наши крышки мы прорезали три отверстия. Соответственно, мы сможем выращивать здесь три растения. В нее мы будем вкладывать наши стаканчики. Вот таким образом закрывается все. Вставляются стаканчики. Очень важно, чтобы у корней не было доступа света. Вот мой бак, он не совсем подходит для этих целей. Поэтому я буду брать армированный плотный скотч и обматывать свое ведро для того, чтобы его затемнить. Для того, чтобы оно не пропускало свет. Ну и давайте начнем сборку. В нижней части нашего ведра мы делаем вот такое отверстие. Вставляем сюда трубку, через которую мы будем контролировать уровень раствора в нашем баке. Вот путем такого переворота мы можем сливать этот раствор и менять его на новый. Далее я устанавливаю уплотнительное кольцо для трубки в наше отверстие. Для того, чтобы у нас жидкость не вытекала. Ну вот такой вот у нас угловой фитинг и трубка на 16. Дальше мы устанавливаем в наш бак камень-аэратор. Я его вывожу через дырочку в верхней части ведра. Для того, чтобы потом подсоединить к компрессору. Который будет давать нам много-много воздуха, чтобы корни дышали. Теперь берем наш компрессор и подсоединяем шланг от нашего камня-аэратора к нему. Теперь мы берем нашу крышку. В ней мы сделали три прорези по диаметру наших горшочков. Теперь вставляем горшки в эти отверстия. И закрываем наш бак. Ну вот и готова наша гидропонная установка за 350 рублей. В следующих видео я расскажу все о методах выращивания растений на гидропонике. Мы вместе посадим салат и базилик. Обязательно пишите комментарии. Подписывайтесь, если хотите следить за моим экспериментом. Давайте советы, кто уже пользовался такой установкой. Может быть у меня вообще ничего не получится. А может быть меня ждет очень хороший урожай зимний. Моей любимой зелени. В общем всем удачи. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok